Утро на Елисея Но эти ребята знают, как приручить стихию Они одни из первых в Красноярске начали обучать желающих основам фаер-шоу Бабочка, юбочка, трехбитки, восьмерки Все эти элементы они в прямом смысле выжигали своим опытом Огонь, говорят, стихия подвластная Если уметь с ним правильно работать По первости было действительно страшно Было страшно, непривычно И некоторые вещи давались достаточно тяжело А сейчас это неотъемлемая часть моей жизни Он такой же горячий, такой же вспыльчивый и так же греет Но чтобы научиться делать такие трюки Фаер-шики оттачивают элементы сначала на тренировочном реквизите Новички крутят пои, шары, скрепленные между собой И стафы, длинные палки Главное требование, чтобы предметы не касались одежды и тела Техника безопасности превыше всего Первое, с чего мы начинаем, мы берем в руки стаф И начинаем его крутить просто по кругу, как самый простой элемент Движения фаер-шиков очень похожи на действия артистов цирка Что-то есть от жонглеров, фокусников, трюкачей Если вы хотите подружиться с огнем Приходите на занятия В среднем стоимость по городу 250 рублей Но когда вас допустят к огню Будьте готовы к синякам и ожогам Они неизбежны Это в том числе и спорт Потому что координация Выносливость С огнем минут 10 покрутить Это достаточно хорошую физическую силу иметь После первой тренировки мне уже доверили сделать с огнем самый простой элемент Солнышко Так, вот это вот переворачиваю Ух ты! Мамочки! Не бойтесь! Так, правильно или... Нет! Руки прямо! Мамочки! Прямо! Мамочки! Руки прямо! Руки прямо! Руки прямо! Такой адреналин на самом деле Да И страшно, и хочется продолжать Даже кровь закипает Укротить огонь способны только люди бесстрашные И такие же непредсказуемые, как сама стихия Уверены Татьяна Рябова и Константин Шубкин Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...